Приветствую друзья. Признаться, найти в бюджетном сегменте стационарный плеер, который вдобавок еще ЦАП и стример, не такая уж и простая задача. Да, какое-то время назад рынок буквально взорвал SMSL DP3, но его давно уже сняли с производства, а то, что пришло на смену, стоит совсем других денег. То есть ниша оказалась совершенно пустой. Этим и воспользовалась компания Tempotec, представив свой новый стационарный девайс серии NADA X, который легко возьмет на себя задачу плеера, стримера и даже классического USB ЦАПа. Выглядит аппарат достойно, имеет большой сенсорный экран, балансный выход на наушники, а также поддержку Wi-Fi, Bluetooth, AirPlay и нескольких наиболее популярных музыкальных сервисов. То есть заряжен он, как говорится, на полную катушку. О нем сегодня, друзья, и будем говорить. Поехали. Пришел аппарат в большой солидно оформленной коробке с изображением модели и списком ее основных достоинств. В комплект нам положили набор документации, наклейку с описанием назначения кнопок, салфетку для ухода за дисплеем, флешку на 1 ГБ, стандартный Type-C кабель и импульсный блок питания на 12 В. Интерес здесь вызывает только безымянная флешка. Много музыки на нее не поместится, однако она прекрасно подойдет, например, для обновления прошивки устройства. Таковая уже успела выйти. Смотрится аппарат, на мой взгляд, солидно. С небольшим таким наклоном вперед и достаточно сочным сенсорным экраном. Сюда же вынесли пять механических кнопок управления. Вверх-вниз отвечают за громкость, вперед-назад за переключение треков, а посередине идет кнопка питания, которая также отключает и поджигает дисплей. Стоит девайс на четырех прорезиненных ножках, а спереди она смотрит наименование модели. Все входы и выходы производитель разместил на задней части устройства. Так, получить сигнал мы можем по Bluetooth, здесь находится антенна, оптики к Axial или через обычный USB. В этом случае Sirenada X будет работать в режиме ЦАПа. Однако, если к USB разъему подключить жесткий диск или флешку, то аппарат мгновенно превращается в плеер, естественно, имея на борту весь необходимый функционал. Ну и вишенкой на торте имеем поддержку Wi-Fi для AirPlay и стриминговых приложений Tidal и Caboose. Также девайсом можно управлять со смартфона, подключив его через фирменный софт HiB-Link, ну или просто транслируя звук по Bluetooth посредством ААСи APTX, UAC или LDAC кодеков. Думаю, вы начинаете понимать масштаб возможностей этого малыша. По выходам, к сожалению, не так густо. Только RCA пара и балансный выход на наушники 4,4 мм, который также может быть использован как линейный. Ну а если у вас нет наушников с соответствующим штекером, тоже не беда. В комплект прикладывают специальный переходник. Кстати, единственный из доступных, что честно и грамотно преобразует баланс в 3,5 мм. Переживать за его сохранность не нужно, так как такие уже давно продаются в официальном магазине на Алиэкспресс. Минусы здесь для меня это отсутствие привычных XLR разъемов и возможности дальше передавать цифру. Ну и как небольшая ремарка, неплохо было бы встроить сюда слот для карт памяти microSD. Они бывают уже до 4 ТБ, чего вполне достаточно для среднего объема медиатеки. При работе аппарат не греется, в паузах я слышу абсолютную тишину, да и подогнано все довольно таки качественно. Из железа мы знаем немного. Поскольку работает все на оболочке HiBIOS, понять какой внутри установлен процессор или сколько памяти ОЗУ не представляется возможным. Понятно, что там ничего сверхъестественного, но судя по опыту и этого вполне хватает для стабильной и плавной работы. А вот в качестве сердца аппарата выступает сразу два чипа ESS и ES9219, обеспечивающих полностью балансную реализацию внутри и целых 285 мВт мощности на 32 Ома нагрузки. Да, не рекорд, но с большей частью даже в меру тугих полноразмерных наушников аппарат справляется. 250 Ом, по крайней мере, ему точно по плечу. И это не говоря о множестве различных внутриканальных решений. По управлению аппарат очень напоминает смартфон. Свайп вниз открывает меню быстрого запуска с доступом к яркости, кнопкам навигации, а также Bluetooth, Wi-Fi, HiBiLink и уровни усиления, низкое или высокое. А свайп вверх переносит на список установленных здесь приложений. Тут хочется пояснить, что это не Android, а значит установить на него ничего своего вы не сможете. Итого нам доступен классический плеер HiBiMusic со встроенным эквалайзером, переключение девайса в режим стационарного ЦАПа, выбор входа SPDIF, Bluetooth, запуск и настройка Tidal Caboose и AirPlay, интуитивно понятный эквалайзер MCEP, импорт музыки по Wi-Fi, настройка этих самых Bluetooth и Wi-Fi, системные настройки и настройки звука. Где к системным отнесли выбор языка, яркости темы и шрифтов, настройку времени как такового и таймер отключения, скринсейвер, а также сброс настроек на заводские и обновление прошивки, для которого нужно просто скинуть файл обновления в корень флешки и задействовать данный пункт меню. В настройках звука находится последовательность проигрывания, поведение после включения, установка громкости, гейпл из кроссфейт, уровень усиления, выбор одного из цифровых фильтров, ну и включение режима проигрывания через папки и через альбомы. Все конечно хорошо, однако в бучку с медом добавлю свою ложку дегтя. Настройки VPN я здесь не нашел, а значит все имеющиеся стриминги у нас просто не будут работать. Решить данный вопрос естественно можно, например, посредством роутера, но только так. По разрешению на PCM мы имеем до 32 бит, 768 кГц, с DSD до DSD 256 и полное декодирование МК потока. Для Windows в режиме ЦАП производитель предоставляет фирменный драйвер с поддержкой старых систем и профессионального ASIO интерфейса. Советую его установить, софт богатый. Все замеры я проводил 24 бита, 96 кГц с каждого из выходов на ЦП и Ванда Космос. Такс 4.4 мм я получил все графы в положении отлично, а на линейном RCA заметно большее взаимопроникновение каналов и гармонические искажения на оценку очень хорошо. АЧХ же в обоих случаях здесь просто превосходная шумовая полка с пиками на минус 130 дБ и прекрасный динамический диапазон. Интермодуляционные искажения на балансном выходе составляют минус 113 дБ, а на RCA минус 107 дБ. В то время как гармонические на 4.4 мм дают минус 108 дБ, а на линейном минус 102 дБ. В процентном же соотношении это 76,00 против 133,00 процента. В принципе очень достойные значения. Конечно, не что-то феерическое, но и придраться не к чему. Нормальный аппарат. По своему же характеру это, на удивление, довольно взрослое звучание с огромным вниманием к деталям, акустически правильным весом, глубиной и передачей эмоциональной составляющей трека. Однако не стоит думать, что TempoTec полностью изменили своим пристрастием к нейтральности. Звучание все равно есть. Некоторая холодность, отстраненность и легкий такой эффект напряженности. Не так, конечно, как было в плеере V6, но все равно почерк чувствуется. И ровно насколько плеер V6 мне не понравился, настолько Serenade AX привела в полнейший восторг. Да, не совсем идеал. Моя связка из SMSL DO200 MK2 и усилитель HO200 звучит естественнее и ощутимо мелодичнее, но прямо совсем на чуть-чуть, а разница в цене между ними более чем в два раза. Причем там просто ЦАП с усилителем, без возможности плеера и стримера. А тут заметьте, дешевле и все это есть. В остальном это действительно уровень относительно дорогой стационарной связки. А это и есть, что называется, друзья, успехом. Вспоминая подачу плеера SMSL DP3, я бы однозначно поставил его на пару ступеней ниже героя нашего обзора. Все там было нормально, но сам звук не шел ни в какое сравнение с имеющимся у меня стационаром. В то время как Serenade AX это удается с легкостью. В качестве дополнительной проверки сравнил герой обзора со своей связкой SMSL в качестве стационарного плеера и в отличие от моего западного коллеги не услышал сколь-либо значимых отличий. Тот же звук может чуть-чуть измененный из-за разницы в софте. Хорошая выразительность, превосходная динамика, прорисовка, передача глубины сцены. В общем все, что требуется от реально классного современного девайса. Естественно, если прямо докапываться, то можно сказать, что звук Serenade AX не настолько чистый и имеет небольшое такое смягчение. Но это напомню, сравнивая со связкой в два с половиной раза дороже. Я, честно говоря, буквально залип на этого гибрида. Вот все, что не запущу, мне нравится. Что в данной ценовой категории чрезвычайно редкий случай. Невероятно высокий уровень, как для такого, друзья, малыша. Разбирая по частотам, здесь хлесткий, при этом весьма глубокий бас, прекрасная по выразительности мелодики, разрешению середина и просто восхитительная верха. Ни один из концов диапазона девайс не задирает, что я считаю наиглавнейшим достоинством, так как звук получается центрированным и максимально сбалансированным. Безо всяких скидок я бы предпочел его даже связки SMSL Deo 100 и A6 100. Вот настолько получилось круто. Однако недостатки есть и здесь, нечего о них умалчивать. Мне не понравилось, что вилка питания без заземления, выход на наушники мог бы быть еще мощнее, нет пульта управления и стандартных XLR выходов, вместо которых нам дали бюджетные RCA с высоким взаимопроникновением. Понимаю, это мелочи, причем свойственные своей ценовой нише, но могло бы быть еще лучше. А вот по звуку мне остается только снять шляпу. То, что я слышу, стоит гораздо больших денег, чем просят за Сиренаду X. С итогом, стационарный плеер, стримеры ЦАП от TempoTech очень неплохо выглядит, имеет приятный отзывчивый дисплей, балансный выход на наушники и возможность использовать его через все возможные входы. Да, с Tidal и Caboose придется что-то придумать на уровне, например, роутера, а вот передавать звук со смартфона по Wi-Fi или AirPlay вам никто не запретит. Плюс еще можно подключить жесткий диск с музыкой и пользоваться Сиренада X автономно. Измерения, как вы видели, здесь отличные, неплохо реализовано управление софт, а также есть поддержка профессионального ASIO интерфейса. Придраться могу лишь к отсутствию XLR, тогда бы цены этому девайсу не было. Ну и 285 мВт мощности для некоторых полноразмеров может оказаться на грани, особенно для серьезных планаров. Хотя это уже скорее хотелки, чем реальные недостатки. По звуку же, как говорится, друзья, мое почтение. При тестировании аппарат лишь немного уступал моей основной стационарной связке, которая, между прочим, в два с половиной раза дороже и является исключительно ЦАПом. Тут есть объем, глубина, мелодика, разрешение, то есть все, что только можно желать в эту цену. Согласен, без прямо кристальной частоты, с легким смягчением и уклоном в нейтральность, зато с характером, драйвом и той самой экспрессией, что зажигает кровь. Что сказать, я удивлен и одновременно восторжен. Мои настойчивые рекомендации. Превосходный аппарат. А на этом у меня все. Это был плеер ЦАП и стример Tempotech Serenada X. Всем добра, подписывайтесь, жмите лайк и присоединяйтесь ко мне во Вконтакте и Телеграме. Всем друзьям добра. Субтитры сделал DimaTorzok